Добрый день, друзья! Сегодня начнем с такого типичного задания по кинематике, где нам дано просто уравнение, которое мы сейчас с вами как раз-таки и видим. И по этому уравнению необходимо построить графики координаты, графики скорости, графики, графику скорения. Как же это делается? Ну вот сейчас попробуем с вами как раз-таки разобраться с этим вопросом. Значит, в первую очередь нам нужно понять, что это за функция. Это функция квадратичная, то есть вот это уравнение отвечает параболе. Так здесь и запишем. Пара-бо-ла. Парабола. С одной L. Парабола пишется. Вот. Дальше из этого уравнения нам необходимо получить скорость. Каким же образом это сделать? Значит, можно просто взять производную. Это будет производная х по времени. У нас получится минус 6 плюс 2t. То есть так мы получим сразу уравнение скорости. Это уравнение соответствует прямой. Это уже не квадратная функция какая-то, это просто прямая, потому что у нас t в первой степени. В x в координате у нас время во второй степени, поэтому там парабола. Ну и дальше нам нужно еще узнать ускорение, то есть уравнение ускорения. Ускорение также можно легко найти, делая производную по скорости, то есть скорость по времени, dv под dt. Это получится просто плюс 2. Также вы можете воспользоваться хитрым ходом, который я вам рассказывал в предыдущем видосе про главные уравнения кинематики, где мы можем каждый вот этот член и коэффициент перед ним обозначить, соответственно, c1, c2, c3 и потом уже по формулам, которые были там даны просто написать уравнение скорости и ускорения. Ну, допустим, здесь, если мы возьмем, напишем, что c1 у нас равняется 8, c2 у нас равняется минус 6 и c3 у нас равняется 1, 2, точнее не 1, 2, а 1. И там мы также записывали, что, значит, давайте вот прямо здесь запишем тогда уж, мы удалим, что это то же самое, что c1, значит, плюс c2 умноженное на t плюс c3 умноженное на t квадрат. Ну и здесь, соответственно, у нас было что? c2 плюс 2c3 умноженное на t, и здесь это было просто 2c3, и все. То есть вот они все здесь у нас и расписаны. Дальше, что же сделать, чтобы построить график, допустим, координаты? Вот мы здесь возьмем и запишем, что здесь x8 минус 6t плюс t квадрат. Вот для этого уравнения как же нам построить график? Нам необходимо, во-первых, взять, нам нужно несколько точек, потому что это не прямая. Для прямой нужны только две точки, и все. В данном случае парабола, здесь надо будет больше точек, потому что нужно будет найти экстремум, экстремум, то есть минимум или максимум, в зависимости от параболы, от ее направления. И потом уже симметрично построить правую и левую часть. Ну вот, допустим, если x равен нулю, значит, вот так вот возьмем. При x равном нулю у нас y, даже не y, а t, t нам необходимо найти. То есть получается 0 равняется 8 минус 6t плюс t квадрат. Ну это квадратное уравнение, нужно найти корни этого уравнения. Я их уже посчитал заранее, для того, чтобы не тратить времени. То есть у нас получится первый корень t1, он у нас равен 2, и t2 равен 4. То есть если мы подставим вместо t2 или 4, у нас в итоге получится 0, что будет как раз-таки удовлетворять условиям вот этого квадратного уравнения. Дальше что мы делаем-то? Вот здесь вот мы их выделим. Ух, не, не так. А вот так вот лучше мы их выделим. Вот t1 и t2. То есть теперь у нас есть две точки. При x нулевом у нас есть точка t1, 2 и точка 2, t2, это 4. Замечательно. Дальше нам нужны еще точки. Например, возьмем при t нулевом сколько будет равен x. Значит, t равняется нулю. В таком случае x у нас равен 8 минус 0 плюс 0, то есть 8. Вот еще одна точка. То есть при x равном 8 у нас t равняется нулю. Так, опять не туда. Вот еще одна точка. Можно, по идее, можно пробовать строить график. Ну давайте попробуем, значит, его построить. Вот это мы чуть-чуть уберем в сторону. Вот так вот мы подвинем, чтобы оно вам здесь не мешало. С правой стороны будем строить график. Значит, вот мы берем одна ось, дальше вторая ось. Значит, это здесь у нас будет время t, а здесь у нас будет по вертикали x. Значит, при x равном 8, то есть вот мы возьмем, что каждое деление равно 2, t у нас равно нулю. Значит, вот у нас первая точка. Вот здесь и есть, вот мы ее так обозначим. Нет, давайте мы ее просто жирным обозначим, все. Вот первая точка. Дальше. При t равном нулю у нас... Точнее, при x равном нулю, да, x равен нулю, у нас t1, 2. Вот возьмем, что здесь каждое деление будет равняться единице. То есть здесь у нас получается 2, 4. А здесь будет 1, 2, 3, 4. Значит, t равняется 2. Вот у нас точка x равен нулю. Вот раз точка, потом t равняется 2, точнее 4. Вот еще одна точка. То есть у нас уже 3 точки. Соответственно, мы видим, что 2 и 4, между ними тройка. То есть, скорее всего, в этой точке будет у нас экстремум. То есть у нас там будет минимум. Теперь нам нужно вместо t подставить тройку в равнении и посчитать, чему будет равняться x. То есть вот так и запишем, x от t тройки. У нас получается 8 минус 6 умноженное на 3 плюс 3 в квадрате. У нас получается минус 1. Минус 1. То есть при t равном 3 у нас... Вот здесь вот у нас будет минус 2. Вот здесь вот где-то минус 1. Вот здесь еще одна точка. Вот. Это получается минимум, да? t равно 3, а x равен минус 1. Ну все, теперь мы можем спокойненько начертить. Вот давайте возьмем... Вот здесь вот линию симметрии просто, чтобы она у нас была. Вот эта линия симметрии. И сейчас график нарисуем. То есть вот он у нас идет так. Из восьмерочки через двоечку, через троечку, через четверочку. И вот здесь вот симметрично. Вот он. Так вот он у нас выглядит. Примерно, да? То есть здесь, если здесь 3, то еще 3, то в этой точке 6. Вот здесь вот у нас там 5 и 6. 6 и 8. То есть парабола, она симметрична. Вот у нас синенькая эта линия симметрии. И вот так вот мы, значит, пришли к этому графику. Вот у нас есть уже график зависимости x, то есть нашей функции x, координаты от времени, от t. Вот так вот оно выглядит. Для того, чтобы построить, необходимо было найти корни вот этого квадратного уравнения. И потом также взять, привернять t к нулю и найти функцию. Ну и потом, узнав, где примерно минимум находится, подставить этот минимум в наше уравнение и найти, соответственно, эту точку, функцию. Дальше. Берем следующее уравнение. Вот у нас скорость, да? Минус 6 плюс 2t. Вот здесь мы его так и запишем. Значит, скорость у нас равняется минус 6 плюс 2t. Также мы его подчеркнем. И нужно построить график. Значит, что это? Это прямая. Здесь вообще все элементарно, да? Прямая. Вот здесь у нас парабола была. Здесь прямая. Ну что, в прямой. Ну, вместо t, например, если t, t равняется нулю, тогда у нас v равняется минус 6 плюс 2 умноженное на 0 равняется минус 6. То есть одна точка у нас есть. Также мы можем взять теперь v приравнять к нулю, скорость равняется нулю, и тогда у нас получится 0 равняется минус 6 плюс 2t. И отсюда t, значит, шестерка переносится в левую сторону, получается 6 равняется 2t, и отсюда t равняется 6 делить на 2. Это будет 3. Вот у нас есть две точки, значит, при одной t равняется 0, и скорость равняется минус 6, при второй t равняется 3, скорость равняется 0. Все, можно строить как бы графики, вот сейчас мы их тоже, эти точечки здесь, вот она, точка раз, чтобы она у нас была, и вторую точку, вот так вот обозначим, так, и вот так вот. Так, ну что, пробуем строить график, давайте подвинем это тоже в сторону, чуть-чуть, чтобы она нам не мешала здесь, вот и поехали график строить. Значит, здесь у нас получится тоже ось, значит, здесь у нас будет скорость по вертикали, вот здесь у нас будет время по горизонтали тоже. Значит, первая точка у нас t равно 0, v равняется минус 6, вот здесь вот минус 6 у нас будет, да, каждое деление будет по 2, и t, соответственно, 0. Вот одна точка у нас здесь и есть. А вторая точка у нас при t равном 3, здесь будем брать каждую клеточку за одно деление, чтобы у нас красивее это выглядело. То есть вот так вот, раз, два, три, здесь это минус 4, минус 2, ну и здесь 0. Значит, t равняется 3, скорость равняется 0. Вот у нас две точки, все, две точки есть, мы можем спокойно теперь проводить линию через эти две точки, потому что у нас прямая. Вот у нас прямая, пожалуйста, можно написать даже здесь на ней, что это скорость от времени, зависимость скорости от времени. Все, вот мы так вот просто построили, через две точки нашли, построили график скорости, зависимость скорости от времени. То есть уже практически вся задача решена, осталось последнее, это ускорение. Вот, значит, напишем его где-то здесь, значит, ускорение у нас равняется, чему оно у нас равняется? Ускорение у нас равняется двум. Здесь вообще все элементарно, это прямая, причем она простая прямая, потому что у нас ускорение вообще не меняется во времени. То есть это вот мы можем начертить так вот график, да, у нас здесь будет время. Здесь у нас будет, значит, ускорение, да, и вот здесь, допустим, мы возьмем, что это у нас вот так вот синеньким, потому что это ускорение. Каждое деление равняется единице, да, здесь один, здесь, значит, два. И вот это у нас ускорение от времени. То есть оно не меняется, двойка, всегда. То есть это просто прямая линия. Вот. Все, вот как видите мы построили все три графика, вот у нас изначально была, изначально, что важно, изначально у нас была дана только вот эта единственная функция, то есть у нас было дано уравнение координаты, как у нас координата x зависит от времени. Мы построили график, вот здесь, как видите, да, зависимости как раз таки координаты от времени, это не прямая, это парабола, это квадратное уравнение, да, то есть нашли все эти точки, подставили, вот красиво нарисовали. Дальше мы нашли уравнение скорости из уравнения координаты, да, путем либо производной, либо с помощью того трюка, который я раньше показывал. Вот, это у нас уже прямая, потому что здесь время в первой степени. Да, мы тоже нашли точки для того, чтобы отложить их на графике и прочертить вот эту линию. Ну и потом просто у нас ускорение, оно константа, то есть не меняется во времени, это мы и видим на графике. Со скоростью мы видим, что скорость меняется линейно, то есть она всегда растет. Вот видите, она здесь была минус 6 изначально, во время 0, то есть при начале отсчета было минус 6, потом она росла. То есть на одну и ту же величину за каждую единицу времени, потому что это прямая зависимость линейная. Вот, а как же это все вообще выглядит в реале, да, вот мы здесь графики эти начертили, а что вообще это значит, да, вот как это понять. Вот здесь мы можем на самом деле это все изобразить следующим образом. На самом деле это прямолинейное движение, вот это все, то есть это по прямой точка двигалась, да. Если это изобразить, то это будет выглядеть следующим образом. Вот у нас есть, да, прямая, вот она, x мы ее обозначим, да, потому что у нас как раз-таки зависимость координаты x от времени. И началось все, вот видите, с точки 8, где x, так вот здесь вот я сейчас ее обведу, чтобы вы видели, вот из этой точки, да, из восьмерочки. То есть так мы и отметим здесь восьмерочку. Допустим, восьмерочка была, вот возьмем раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот восемь, да, вот здесь восьмерка. И дальше у нас что? x падал и ушел в минус единицу, да, то есть минус единица, вот здесь у нас будет минус единица. А вот здесь вот продлим чуть-чуть график наш, здесь будет минус единица. Значит, смотрим, что происходило. Точка изначально была здесь, потом она, значит, двигалась в обратном направлении, она двигалась до минус единицы и замедлялась, то есть она замедлялась. Пока она двигалась в минус один, она замедлялась, да, то есть у нас здесь было t равняется нулю, а здесь было t равняется трем секундам. Дальше точка там остановилась, да, даже здесь по графику скорости, посмотрите, что в момент времени t3, три секунды, у нас скорость равняется нулю. То есть у нас точка шла из координаты 8, двигалась в обратном направлении, все время замедлялась, замедлялась, потом она остановилась, здесь ее скорость была нулю, потом она начала двигаться в обратном направлении, назад, она шла сюда. Да, вот таким вот образом. То есть здесь также, здесь вот t равняется трем, а здесь это уже t равняется шести секундам. Мы также видим вот здесь по графику координаты, что в момент времени t6 у нас координат равняется восьми, да, и скорость уже, то есть точка уже разогналась, в момент времени 6, скорость будет не минус 6, как здесь в начале, а это будет плюс 6. Даже по графику мы это тоже можем начертить. То есть вот такое вот движение, просто прямолинейное движение туда-сюда, да, то есть точка начала из восьмерочки, двигалась обратно, замедлялась в минус единица, то есть в этой точке она остановилась, да, в момент времени t3, потом начала двигаться в обратном направлении. Мы даже можем здесь вот это обозначить таким вот образом, да, что вот она сюда двигалась, вот с стрелочкой, а потом она двигалась туда. И она развернулась и начала двигаться в обратном направлении, увеличивая скорость, то есть нагоняя скорость, потому что у нас есть ускорение. И вот в момент времени t6 она была в точке 8. Если мы дальше будем фиксировать местоположение точки во времени, то, соответственно, она пойдет дальше, то есть ее координата будет расти. Вот и все, друзья, вот такая вот задачка, да, такие задачки типичные для кинематики, их часто в задачах, да, применяют. Вот теперь вы понимаете, как их можно решать, и что вообще происходит, и почему эти графики, и зачем это вообще вся эта дребедень. Вот, спасибо. В дальнейшем будем разбирать следующие задачи поинтереснее, не такие, как это.